Шалом дорогие друзья, братья и сестры, с вами в студии сегодня Лютаревич Дмитрий. И мы рассмотрим с вами интересную тему, которая называется «Тайны еврейских слов и имен в Писании». Я думаю, эта тема, она очень актуальна для каждого человека, потому что рассматривая значение слов, еврейских слов, на котором была написана Библия, она помогает нам открыть и увидеть Писание в более широком свете. И я думаю, что каждый из вас, каждый из верующих и неверующих, когда читал Писание и доходил до 11 книги Бытия, 11 главы, он читал такой стих, где написано «На всей земле был один язык и одно наречие». Я думаю, он спрашивал себя, что же это был за язык, на котором люди говорили до потопа. Что же это был за пра-язык, тот общий, един язык, на котором все разговаривали. И ответ на этот вопрос, он очень непростой. Я не уверен, если я смогу дать однозначный ответ на это. Но, пожалуй, расскажу одну историю. Это Медраж. Медраж – это часть устной торы. В еврейской традиции или в иудаизме считается, что на горе Синай Бог дал две торы. Одна была письменная, другая устная. Мое личное мнение, я скажу, что я не совсем согласен с этой концепцией, но так считает иудаизм. И Медраж, он, кстати, разделяется на две части. Есть галахический Медраж и есть агадический Медраж. Медраж – это изучение или толкование Писаний, пробелов, которые написаны в письменной торе. То есть было много разных историй. Мы знаем про Авраама, про наших праотцов. Когда мы читаем Писание, мы видим, что как-то что-то не склеивается. Есть какой-то пробел, не хватает информации. И тогда наши мудрецы, они пытались растолковать эти места, придумывая разные истории. И вот галахический Медраж, он говорит о том, что наши мудрецы, они пытались вывести галаху. Галаха – это значит, как правильно жить, как поступать изо дня в день, какие должны быть правила. И вот галахический Медраж, он как раз говорит о том, как поступать каждый день. Были придуманы какие-то концепты, концепции определенные, способы толкования Писания, выводя из них вот такую вот галаху. Второй Медраж – это Агадический. Агадический Медраж – это как раз все то, что не входит в галахический Медраж. То есть это может быть любая история, это может быть притча, это может быть просто обсуждение раввинов, это может быть шутка или какая-нибудь байка. И вот одну из таких историй про язык я хочу вам сегодня рассказать. Один раз собрались несколько мудрецов, и один задал такой вопрос. Он спросил, на каком же языке нужно молиться? И другой раввин ему ответил, конечно же, нужно молиться на языке ангелов. Другой сказал ему, почему же на языке ангелов? Он говорит, ну как почему? Потому что ангелы – они те, которые приносят наши молитвы перед Богом. То есть наши молитвы написаны, они как фимиам поднимаются к Богу. И тогда тот сказал, на каком же языке говорят ангелы? И другой ему ответил, ну конечно же на иврите. Ведь мы читаем в Писании, мы знаем, что Писание было написано на иврите, на библейском иврите, поэтому нужно молиться на иврите. А другой говорит, нет, подожди, подожди, ну вот мы видим некоторые места в Писании, например, с царем Навуходоносором, где написано, что явилась Божья рука. И она написала, и это было совсем не на иврите написано, а на арамейском. И тогда другой раввин говорит, а, конечно, значит можно Богу молиться и на арамейском языке тоже. Потом подошел еще один, подсоединился и говорит, ну есть также в Торе, то есть в Танахе, в Пророках, в Писаниях, места, которые написаны не только на арамейском языке, но также и на греческом. И тогда сказал, тогда можно молиться и на греческом. И в конце концов они присоединили другие языки и сказали, естественно, Бог понимает все языки, но лучше всего молиться на иврите. Это вот мидраж о языке. И согласно традиции иудаизма, единый язык, на котором говорили люди до разделения на народы, это был священный язык. Это был тот язык, на котором впоследствии говорили пророки, и это был тот язык, на котором было написано священное Писание. Священный язык, это язык, на котором Создатель общался с Богом, Создатель общался с Адамом, извините, общался с Хавой, с Евой. Это был священный язык, и этот язык считается ивритом. Иврит, он скорее всего происходит от слова Эвер. Имя Эвер, это был потомок Шема. Оттуда и происходит слово Еврей из того же самого корня. Но, как я уже сказал, это всего лишь точка зрения иудаизма, и многие ученые, исследователи, которые занимаются языками, исследуют, копают, находят разные находки, не все соглашаются с этой точкой зрения и приводят доводы в пользу других языков. Но до сих пор, на сегодняшний день, нет однозначного ответа на этот вопрос. И самый древний язык, он остается неизвестным. Хочу заметить одну интересную вещь. Есть один стих в Писаниях, который говорит о том, что не только был один язык на земле до построения Вавилона, но также и будет в конце времен один язык снова. Я хочу, чтобы мы могли прочитать, вы можете открыть в Писании, это Сафония, 3 глава, 8-9 стих. И там написано. «Итак, ждите меня, — говорит Господь, — до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно». Здесь мы на русском читаем словосочетание «уста чистые». Но если мы смотрим, как там было написано на иврите, то стоит совсем другое выражение. И там написано «не уста чистые, а ясный или понятный язык». То есть в последнее время будет один понятный, ясный, доступный язык для всех, на котором будут призывать имя Господа. Итак, почему же все-таки иврит? Я думаю, все задаются этим вопросом. Как я уже сказал, Библия, она была написана на иврите. И именно поэтому только на иврите, только на оригинале мы можем увидеть определенную игру слов, которой нету и невозможно увидеть в других языках. Иврит является неконвенциональным языком. Что это значит? В отличие от других языков, где значение слов определяется сознательным или естественным соглашением между его носителями, то в классическом иврите смысл слов является частью сущности самого объекта. И он имеет влияние на весь наш мир. Я дам вам пример. На русском языке слово «собака». Почему это животное названо собакой? Потому что так в какое-то время решили, что будут называть это животное. И собака, она не имеет никакого значения. Вот это вот название животного «собака» не имеет значения. А в иврите оно звучит совсем по-другому. В иврите собака звучит «келев». «Келев» — это от слова «сердце». Как сердце. И мы знаем, что собака, она очень преданное животное. Поэтому в русском мы не видим никакой связи. Если только мы можем вспомнить фильм «Собачье сердце», то можно увидеть связь «сердце» и «собака». Но это всего лишь шутка. «Келев» — собака, как сердце. То есть здесь мы можем увидеть действительно сущность вот этой природы, которая была у собаки. И тем самым, когда мы рассматриваем значения имен на иврите, то мы можем увидеть скрывающийся глубокий смысл. В наше время, когда мы читаем Писание, мы очень часто акцентируемся на тех Божьих обещаниях, которые дают нам надежду, которые ободряют нас. И одно из таких обещаний, которые Бог дал не только израильскому народу, но, я думаю, всем людям, — это воскресение из мертвых. Мы помним очень много стихов из Писания на эту тему. Одна из самых распространенных молитв в израильском народе, в синагогах, которые молятся несколько раз в день, — это о воскресении мертвых. Вот эта вот надежда. Сейчас мы приближаемся к праздникам, к Йом-Кипуру, к Судному дню, или Трубному зову Роша-Шана. И вот эти вот дни, они очень особенные, они называются трепетными днями, когда весь израиль собирается вместе, и они призывают Бога, и просят прощения, и просят, чтобы их имена были записаны в книге жизни. О чем это говорит? Чтобы каждый из них мог получить воскресение из мертвых. Мы помним такие места в Писании, где написано, что Ишуа, он есть первенец из мертвых, за ним все остальные. Мы помним такие места в Писании, где написано, что нетленное, то есть тленное преобразуется и будет нетленным. И наша мысль, она сосредотачивается на том, что из физического, то, что мы имеем, что-то перерастет в духовное и будет жить вечно. Но в то же самое время мы забываем первоначальный принцип, принцип, который действовал наоборот. Мы читаем в самом начале, в Иоанне, где было написано, «И слово стало плотью». Здесь мы видим, что что-то духовное, оно воплощается. Что-то, что было невидимое, становится видимым. И вот этот вот принцип мы не всегда его помним. То же самое происходило и в начале, когда Бог сотворял землю. Бог открывал свои уста, и что-то являлось. Здесь написано, что несколькими речениями Бог создавал этот мир. И сказал Бог, и воплотилось. И поэтому, когда слова воплощались, они тем самым приобретали определенную форму. Они приобретали объем, они приобретали физические качества. И мы знаем, что все слова, они состоят из звуков. Мы слышим слово, мы слышим, как оно звучит, мы поем. Но человек, он не мог записать звук. Он не мог никак его выразить, и поэтому он создал букву. То есть графический символ звука. И таким образом в свое время образовался алфавит и фонетическое письмо. То есть это был вид письма, в котором графический знак привязан к определенному звучанию. И один из первых зафиксированных в истории человечества система фонетического письма, это была финикийская письменность. Она образовалась примерно в 15 веке до нашей эры. Она стала родоначальницей большинства современных алфавитов и некоторых других систем письма. И там использовался консонатный принцип. То есть для записи использовались только согласные буквы, согласные звуки. А значение гласных оставалось на понимании читателей. И текст записывался справа налево. То же самое, как в иврите, как в арабском языке. И можно увидеть слайд, как выглядел финикийский алфавит. Мы видим здесь 22 буквы. Мы видим перевод каждой буквы, как она переводилась и как она изображалась. Параллельно финикийской письменности была, образовалась письменность, которая называлась древнееврейское или палеоеврейское письмо. Но этот алфавит, он был идентичный финикийскому. Но он относился к периоду 10 века до нашей эры. И древнееврейское письмо, оно использовалось израильтянами, как евреями, так и самаритянами. И начало оно выходить из употребления в 5 веке до нашей эры, когда в качестве системы письма было принято арамейское письмо. Кстати, самаритяне до сегодняшнего дня используют вот эту древнюю письменность, которая была раньше. Палеоеврейское письмо. Они сохранили его и пользуются им с небольшими совсем изменениями. Давайте мы рассмотрим с вами слайд, где мы можем увидеть вот это вот палеоеврейское письмо. А также мы можем увидеть и еврейский алфавит, современный алфавит. Здесь мы можем даже сравнить, насколько знаки, они похожи или не похожи. Также здесь есть перевод каждого слова. Здесь также 22 буквы. Современный алфавит сегодня, он также называется квадратный шрифт. И здесь вот в этой таблице, в этом слайде вы можете это увидеть. Давайте рассмотрим наш еврейский алфавит. Алфавит, он называется алифбет. И он включает в себя 22 буквы, которые все являются согласными. И в них есть 5 особых конечных букв, которые ставятся в конце слова. Гласные звуки, они являются сравнительно поздним добавлением. И записываются под согласными или над согласными, но не в строке. Все это делается для того, чтобы облегчить чтение. В Вавилоне проставали знаки над буквами. Но наши мудрецы, которые сидели раньше в Твери, они создали другой метод огласовок. И это огласовки, это называется никуда, слово точки. Потому что они именно точками проставляются. И вот этот вот тивериадский никуд, он впоследствии вытеснил вавилонский и распространился во всех еврейских общинах. И сегодня это как раз то, что можно увидеть в Библии, когда мы читаем ее на еврите. Но, например, в священных писаниях, в свитках Торы, на Мезузее, вот этот вот никуда он никогда не используется. Там не видно никаких огласовок. И люди в то время, мудрецы, те, кто читал, кто пользовались, они знали это все наизусть. И ученые считают, что названия букв вначале служили названием образов, то есть изображений, которые позднее превратились в буквы. Мы можем здесь увидеть один слайд. Давайте посмотрим. Здесь видно, как образовалась буква Алиф. Буква Алиф, она была похожа на рога быка. И здесь также вы можете прочитать, что каждая буква, как она переводится, на что она была похожа. Алиф это был бык, Бет это был дом, шатер и так далее. И в следующем уроке мы с вами рассмотрим тайный смысл и значение некоторых из букв. Мы не будем с вами рассматривать все буквы, но буквы определенные, которые связаны напрямую с Богом. Или могут дать нам определенную инструкцию для жизни. Или просто расширить наш образ мышления. Поэтому до следующей встречи и хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова